Из пудры у меня было две пудры. Это, во-первых, всеми, наверное, известная и любимая пудра Out Hour Glow. Вот такая классная, рассыпчатая. Чем она мне нравится? Она очень мягкая и она не сушит кожу. И она, соответственно, немножечко блюрит кожу, но все это выглядит очень красиво, натурально. Главное, не пересушено. Поэтому обожаю эту пудру, очень-очень люблю. Она прям мой фаворит. А также неизменная пудра Mineralize от MAC. И в этом году я открыла ее для себя в новом качестве. Я ее открыла не просто как фиксирующую пудру, но немножко затирающую. Всегда знала, конечно, что у нее есть блюр-эффект, но немножко неправильно ее использовала. Если использовать ее плоской синтетической кисточкой определенного борса, определенного вида, мягкие синтетические, то изотирующие движения, то она прям классно блюрит поры. И реально, даже мы, ученики и клиенты, видят на глазах, на глазах поры стираются. И да, определенный способ использования разных продуктов открывает нам для нас продукты в новом качестве. Я прям ее обожаю. И особенно я люблю Medium вариант. Она очень красивая. Мне кажется, Medium вариант подходит больше, чем Light Plus. И больше, чем Light. Даже для моей кожи. Несмотря на то, что у меня светлая кожа. Но Medium, он очень красивый. Он не оставляет оттенка никакого, но он прям делает натуральной кожу. Естественно, и не выбеливает. Так, дальше у нас бронзеры, а также скульпторы, а также румяна. В общем, давайте начнем. Во-первых, Dior. Вообще, очень я его люблю. Не знаю, почему раньше не купила. В этом году купила и просто не нарадуюсь. Можно использовать не только как скульптор, но и, конечно же, как тени в натуральной гамме. И я всем своим ученикам говорю, что если вы не купили натуральную палетку, купите вот эту. Вам заменят два средства. Несмотря на то, что стоит 2700, да, примерно так. Но здесь очень много классных оттенков, которые вам подойдут. Этот темный, он подойдет и в качестве теней, и в качестве бронзера или скульптора для более смуглой кожи. И вот эти оттенки тоже подойдут для скульптурирования. Светлый тоже. В общем, я его люблю. Дальше, конечно же, неизменный Том Форд. И у меня, я уже рассказывала, что был другой оттенок. Мне кажется, для себя я немного неудачно его купила. На волне хайпа, когда некоторые визажисты рекомендовали именно цвет такой золотистый. Я купила, я ничего не поняла. На мне он ржил. На мне все максимально ржит. И у многих девушек подобного поту на коже холодный с розовинкой, да, тоже будет ржить. И, о чудо, я купила Теру. Стоит, конечно, все это дело не дешево. Но посмотрите, какой кайф. Очень красивый бронзер. Огромный на всю жизнь. Мамфуайт, если вы особенно любитель косметики увлекаетесь. А если вы на моем канале, конечно же, вы, наверное, любитель косметики. Не просто так зашли. И вот он уже у меня, конечно, подстерся. Да, тут он был такой рифленый. С буковками ТВ посередине. Вроде ничего особенного, да, в этом скульпторе нет. Ну, подобных оттенков куча. Но кто не любит перебора или сильного скульптурирования, или чтобы скульптор пылил, или чтобы он трудно растушевывался. Это как раз Тумфор для вас. Вот от него реально какое-то благородное нанесение. Выглядит на лице действительно дорого. Хотя я знаю, что некоторые, бывает, сравнивают, знаете, серия «Хочу-могу», да, там, например, какой-то дешевый скульптор и с Тумфордом сравнивают. Ну, я тоже такой была, наверное, раньше. Но это несравнимые вещи. Дорогой продукт, его на лице реально видно. Профессионалу, кто разбирается, видно. Да, и даже невооруженному глазу. Дальше это палетка «Аурглаз». Рождественская большая ГОСТ. Наверное, я не знаю, какой-то бум в этом году случился, потому что «Аурглаз» тоже выпускали раньше палетки. Почему их раньше так не покупали и не хайпили, вообще не могу понять. И в этом году, наверное, все, кому не лень, купили, все визажисты, наверное, точно скупили вот эту палетку. Но, может быть, она реально в этом году очень классная и очень-очень красивая, очень универсальная, может быть. Здесь даже бронзер, он классный, не теплый. Несмотря на то, что может казаться теплым, но он не теплый. Он такой натуральный. Нравится и румяна, несмотря на то, что этот достаточно темный. Но пушистая кисточка, если вы будете использовать, он легко смотрится. И вот этот набор пудр, здесь один хайлайтер, но по мне так, вот по-моему, вот этот, по мне так он очень светлый, очень легкий, вернее, и я использую как пудры. Более светлая такая желтоватая пудра, более бежевая и более вот такой розоватый, ну, такой розоватый оттенок пудра-хайлайтер. Я бы так сказала. Очень классно, удобно, что это все вместе, все вместе можно взять и использовать. И несмотря на то, что многие ругают, что упаковка в этом году какая-то очень легкая, очень пекая, для такого дорогого продукта не дорого смотрится, ну, как бы, зачем нам супертяжелые упаковки? Есть бренды, например, да, Шинель, которые не меняют свои упаковки с года в год, у них классика жанра. Есть современные бренды, которые идут в ногу со временем. Я думаю, что вполне красивая, хорошая упаковка. Вообще не смотрится. Дальше я хочу еще показать вам, для меня это было открытием года, потому что это, в принципе, в этом году в конце вышел, этот скульптор от Романова. Я очень люблю косметику Романова, это никакая не реклама, вообще мне никто не дарит и не платит, но я сама ее покупаю, мне очень нравится, хотя я не люблю отечественных производителей, ну, по своим личным предубеждениям, но этот производитель мне нравится, она делает не в России свою косметику, продукт. Скульптор, до этого у меня был ее скульптор, но он в более теплом варианте, и она выпустила light версию, это просто очень-очень классный скульптор для белоснежек, для холодных подтонов кожи, для девушек с подобной кожей, как у меня, а также более холодной, потому что он не рыжит, он не теплит, он прохладнее даже всем известного Kika 201, потому что Kika 201 на некоторых может тепленький быть, а этот даже, посмотрите, такой серовато-оливковый, да, потом, вот такой, то, что нужно, очень хорошо он тушуется, вот у меня был похожего плана Manly, в Manly он какой-то, как пластилин, а этот вообще не пластилин, то, что я люблю, очень мягкая текстура, ну, пластилиновая такая текстура бывает у многих, даже у нас, у нас, ты Сибир Лахилл, вспомнила, была пластилиновая, вот, это пластичный, хороший румяна, давайте покажу вам два моих любимчика, действительно любимчика, это вот такие кремовые румяна от Shosé, да, я очень их люблю, ну, то есть, может быть, что-то другое тоже любимчик, но то, что я чаще использую, вам сейчас показываю, видишь фавориты все-таки, посмотрите, какой божественный коралловый оттенок, не бойтесь коралловых оттенков, даже если вы с холодным подтоном кожи, я с холодным подтоном, но я делаю себе коралловые щечки, ну, коралловые румяны использую, потому что они очень освежают, вообще не понимаю, если честно, людей, которые боятся румяна и не используют румяна, без румян невозможно сделать естественный отдохнувший вид, румяна это вообще тренд, почему же столько косметических брендов делают столько много румян, и я очень люблю румяна коралловые, персиковые, они очень красиво освежают кожу, особенно пользуйтесь румянами, если вы уже не 20-летняя девушка, да, если вам уже за 30, потому что они убирают, стирают, так скажем, с лица нашу усталость, наш возраст, и делают нас более молодыми. Еще мои румяны сухие, сухой вариант любимый, это вот такие от Nars, Deep Truth, очень красивые, нежные такие, они более розоватые, но такие вот у меня на каждый день, когда я не знаю, чем какие щечки себе сделать, делаю вот такими, но все-таки люблю более таким персиковым. И хочу показать вам два хайлайтера, хайлайтеров у меня вообще огромное количество, я очень люблю хайлайтеры, постоянно покупаю новые, и я не могу сказать, что да, вот в этом году я пользовалась только этими, которые сейчас покажу, это просто были открытием года, так скажем, наверное, которые больше всего запомнились, остальные, конечно же, я тоже использую. Итак, это NABLA, вот такая интересная текстура, и я купила один, наверное, самый ходовой оттенок, вышло пять, порядком пяти, для разных оттенков кожи, и посмотрите, очень красивое такое оформление, текстура, очень красивая поверхность, прям жалко ее нарушать, но я использую, люблю такие гелевые, вот как данный хайлайтер, потому что они дают влажное сияние, посмотрите, какое влажное сияние у этого, хайлайтер очень красивый, кто, что это за бренд NABLA, итальянский бренд, инди-бренд такой, то есть, небольшой, не раскрученный, но у них просто нереально крутые тени, хайлайтер, я обожаю этот бренд, и также, любимчиком, новинкой, фаворитом, были все хайлайтер Бека, и просто покажу новый, потому что их у меня много, оттенков, и новый, который мне прям очень понравился, посмотрите, в оттенке, ванилла кварц, вот такой, вот такой для белоснежек, тоже красивый, очень-очень мне нравится, так, сейчас время теней, и я просто, как фанат теней, самый мой любимый косметический продукт, это тени, не могу выделить, одни тени, одну палетку, или даже 2, 3, 4, большое количество, конечно, теней, попытаюсь показать, самые-самые фавориты, а также, открытие моего года, но это будет очень сложно, вообще, по идее, лучше это делать, отдельное видео, но не знаю, не знаю, это просто нереально, потому что, так как я блогер, преподаватель, визажист, я, конечно же, конечно же, покупаю тени, не только с упором, красить коммерческие макияжи, но и всевозможные разнообразные, поэтому это будет, наверное, с уроками, будут палетки, пэт, макрад, любимейший, пэт, макрад, которую, обожают все, потому что она создала, такие нереальные тени, кто-то, конечно, считает, что это просто сумасшествие, покупать, такие дорогущие, палетки, но, мы с вами фанаты, да, очень много у меня, на канале, тоже фанатов, также в инстаграме, кто-то просто, даже будучи не визажистом, покупает такие палетки, не знаю, если бы я была только блогером, вообще не красила бы других людей, только себя, покупала ли бы я такие палетки сама себе, или нет, не знаю, сложный вопрос, но, если вы очень любите косметику, увлекаетесь, и это у вас уже больше, чем хобби, да, или очень сильное хобби, то почему нет, почему бы не покупать такую красоту, да, открыла для себя я в этом году, очень жалею, что Пэтмоград не продается у нас, ладно, а пусть им этот вопрос, просто не шлет в Россию, если бы Пэтмоград шла, слала в Россию, у меня была, наверное, уже вся коллекция была, к сожалению, доставать тяжело, через посредников, от этого, палетки становятся еще дороже, смотрите, какая красота, вот как они выглядят, как открываются, но, это прям произведение искусства, я считаю, да, мы, конечно, может быть, переплачиваем за упаковочку, но, посмотрите, это просто красивейшая палетка, которая не оставит равнодушным никого, потому что, обычная палетка пришла, ушла какая-то, а это заставляет тебя возвращаться к ней постоянно, так, это была моя самая первая палетка, у меня пока две больших, одна маленькая, покажу в этом видео, две больших, я не останавливаюсь, я буду покупать, потому что я жду скидок, и так далее, в общем, огромная, тяжеловесная такая палеточка, прежде всего, почему эти тени так популярны, во-первых, потому что они дорогие, второе, сложно доступны, но, это не важно, важно, из-за их супер качества теней, это нереальные спарклы, очень красивые, у меня есть в инстаграм, свотчи, можете посмотреть, возможно, сделаю отдельное видео, на эти палетки, вот, и это нереальное качество матовых теней, вот посмотрите, я прикоснулась пальцем, и уже какая пигментация, уже какая бомбовская пигментация, это палетка, бронз, в общем, эта палетка из серии Маза Шип, из ее вот этих больших, длинненьких палеточек, это бронз Седакшн, если не ошибаюсь, потому что не вижу названия сейчас, на память я их не помню, но обязательно подпишу, и мне кажется, это самая, самая всеми желаемая палетка, потому что, посмотрите, может подойти всем, она очень красивая, особенно спарклы, ну, просто, просто огонь, нереальный, тут есть очень красивые оттеночки, вот, следующая моя желанная, конечно же, палетка с зеленым рефилом, такая зеленая палетка, и, и новая палетка, которую, к сожалению, не успела купить, это, такая розово-припыленная, очень красивая, возможно, будет тресток весной, и нужно обязательно ее постараться урвать, сложно, конечно, в России это сделать, потому что мы не можем заказывать с сайта, это просто, меня выбешивает сильно, так, еще одна у меня, вот такая красивая, в белой картонной упаковке, это голубая палетка, я называю голубая, синим, в общем, рефилом, и она холодная, и я купила ее, специально для себя, я очень люблю, такого плана, оттенки, такого плана оттенки, холодные, и для моего типажа, очень подходит, и у нас очень много клиенток, такого плана, таких девушек, посмотрите, очень красивая, несмотря на то, что она менее популярна вообще в интернете, ну, я знаю почему, потому что холодные палетки меньше любят, чем рыжие, оранжевые, теплые, с теплыми рефилами, потому что таких теплокожих женщин, на планете больше, чем у нас холоднокожих, холоднокожих, в общем, посмотрите, ну, она просто, очень красивая, очень мне нравится, я делала макияжи с ней, и на новый год, и просто, ее можно, как дневной вариант, как вечерний, тот синий, очень красивый, очень красивый, и вот он, вот такой, переливающийся, и он не уходит в грязь, ну, в общем, качество теней, нереальное, качество, ее металликов, дохромов, этих спарклов, этих спарклов, тоже уникальное, поэтому, они так популярны, эти тени, и поэтому, сложно найти какие-то аналоги, красивые, похожих, много, да, теней, но вот именно таких, и такой подборки нет. Дальше, это палетки Наташи Динона, я очень их люблю, и я не могу выделить какую-то одну палетку, все палетки мне нравятся, много я купила уже, пятерочки очень люблю, и я хочу, наверное, показать вам палетку, ту, которую не показывала, я не считаю, что она какая-то уникальная, но она очень интересная и красивая, и, может быть, фаворит 2019, возможно, часто использовала, потому что она удобна, удобная для работы, для себя, не для себя, в общем, посмотрите, просто здесь собраны и теплые, и холодные оттенки, и удобно ее брать с собой, она, конечно, наверное, больше фаворит 2018-2017 у других блогеров, но у меня в прошлом году она появилась, насколько я помню, и мне очень понравился симбиоз матовых, и шиммерных теней, и я считаю, что это одна из лучших таких универсальных, обычных базовых палеток, потому что она большая, удобная, стоит, конечно, не дешево, как палетки Наташи, но красивая, вот такая, это, забыла сказать, Stars палет, Stars палет, да, вот такая в коробочке, в коробочке картона, и очень красивая, конечно, сам оформление, со звездами, если вы еще раздумываете, брать или нет, если вы краситесь часто, вы визажист, то, я думаю, вам понравится, и будет обязательно, она нужна, тут есть очень красивые оттенки, такого плана, шиммерные, и какие-то коричневые, обычные, она, конечно, не блещет красками, я бы сказала, но она, достаточно универсальные тени, мягкие, качественные, хорошо тушуются, вот, к этой палетке у меня нет претензий, у Наташи Зенона, я не брала какие-то цветные ее яркие палетки, и последнюю еще пока не брала, но ее не очень хорошо отзываю, якобы, многие оттенки там сыпятся, плохо тушуются, не знаю, я думаю, брать ее или нет, возможно, когда она будет со скидками, можно будет взять, но Наташа Зенона тоже бывает редко со скидками на сайтах, ее очень сложно купить со скидкой, также фаворитом 2019 года была мини-палетка, вот такая маленькая у меня, мини-нюд от Наташи Зеноны, некоторые мини-палетки похожи, или даже совпадают по оттенкам с ее большими, но не всегда, она, конечно, такая маленькая крошечная, вот смотрите, но здесь очень классные спарклы, вообще вот эти мои любимые ходовые, я их очень люблю, и это такой темно-бордовый, красивый, мини-палетки, к сожалению, у нас не всегда продаются, насколько я знаю, они не присылаются ни с одного сайта, кроме официального, не знаю, как обстоят дела в нашей сифории, я смотрела на нашем сайте сифории, они все распроданы, я хотела бы купить мини-палеток несколько, потому что они все-таки немножко другие, не по качеству, по оттенкам, и они очень удобные, дальше, очень любимая мною летом была палетка от Наташи Диноны, это вот эта Sunrise палетка, очень мне нравится, она нереально красивая, и качественная, и посмотрите на ее коробочку, мне нравятся такие коробочки, такой интересный пластик, классная, и именно с этой палетки Наташа Динона наконец-таки начала уменьшать громовку и удешевлять цену, что стало возможным приобретать, действительно, если бы она сделала большую палетку, вот эту Sunrise, то, возможно, было бы сложно ее купить многим пользователям, потому что такого рода палетки покупаются сезонно, часто это весна-лето, потому что, например, зимой, ты не красишься, нет солнца, и так далее, и поэтому это не совсем универсальная палетка, так скажем, вот, молодец Наташа Динона, что она наконец-таки прислушалась к мнению фанатов и сделала более маленькую палетку, эта палетка мне безумно нравится, наступит лет, и я опять начну красить людей и себя такими более яркими, очень-очень люблю эти оттенки, вот эти все яркие, здесь, видите, половина более светлая палетка, более яркая, очень удобная, потому что можно не обязательно яркими краситься, но и более светлыми, не скажу, что она теплая, она симбиоз теплых и холодных, как вы можете видеть здесь, и теплые и холодные примерно в одинаковом количестве собраны, еще раз говорю, что тени Наташа Динона я очень люблю, они качественные, многие считают, что там ничего уникального нет, что-то можно найти обычные дешевые тени, но нет, сколько я перепробовала тени, они отличаются от обычных шиммеров, спарклов и так далее. Дальше я вам не показывала эту палетку, и не знаю, почему, потому что я прям во второй половине года, когда ее приобрела, я прям не нарадуюсь, посмотрите, какая она классная, кажется мне кто-то, а, мне подруга из Италии привезла, вот, да, я не люблю большие палетки, но эта палетка мне очень понравилась, я только, наверное, у Too Faced покупаю такие огромные палетки, потому что знаю, что они будут хорошего качества, у меня уже есть первая версия, такая она, Love, по-моему, называется, это Last, первая версия нравится меньше, а эта прям очень понравилась, качество теней гораздо лучше, изменилась в лучшую сторону, здесь убрали какие-то странные тени с крупным шиммером, здесь все тени нормальные, носибельные, и очень мне нравится использовать на клиентах, я часто использую матовые, и с учениками, потому что эта палетка реально рабочая, особенно для визажиста, в принципе, если вы купите ее себе, не знаю сейчас продается или нет, потому что эти палетки обычно лимитки, вот эти большие, то, мне кажется, вам тоже она понравится, она очень-очень носибельная, и в то же время не скучная, потому что добавлено яркие и какие-то интересные зеленые оттенки, именно металлики, и даже малиновый, какой-то зеленый, качество, еще раз говорю, Too Faced мне нравится, но не все, бывают палетки у них странные, со странной текстурой, здесь прям все очень хорошо. Я уже говорила, что невозможно остановиться мне на одной палетке теней, поэтому теней, наверное, будет так немножко больше, чем я думала. Такой интересный фаворит, это тени Nabla, я очень люблю тени Nabla, и я не показывала эту палетку, долго сомневалась, потому что эта палетка, она не в этом году вышла, а в прошлом, насколько я помню, сомневалась почему, несмотря на то, что я люблю тени Nabla, у них вышла Poison Garden, которая мне не очень понравилась, и после Poison Garden я как-то сомневалась в дальнейших палетках, и это очень красивая палетка, это Secret Palette, Secret Palette, Secret Palette, вот такая красивая, посмотрите, чем мне нравятся тени Nabla, во-первых, матовые оттенки, у них очень качественные, не сыпятся, не пылят, они достаточно пигментированные, но пигментированные в меру, их можно растушевать обычному человеку, они не педнят, но в общем, все отлично, и посмотрите, вот эти красивейшие, зеленоватые, синие оттенки, очень нравятся, плюс есть вменяемые оттенки для складки, можно дневной макияж делать, а можно более вечерний, цветной, опять же, это для любителей теней, или каких-то интересных, ярких макияжей, но носибельных, а также, конечно, для визажистов, для визажистов, я бы прям советовала эту палетку, кто хочет разнообразить свою коллекцию интересными, яркими, но такими клиентскими, носибельными оттенками, вот, пожалуйста, самое то, здесь красивый, малиновый, зеленый, изумрудный, у наблы очень крутые металлики, я прям не перестаю восхищаться, что они не портят свое качество, только у леша, от Марк Джекобс, я на своем канале показывала уже много раз, я не выделяю ни одну палетку, я выделяю все палетки, все, абсолютно все палетки, мне нравится, я, к сожалению, раньше, как-то пропустила некоторые оттенки, некоторые палетки, не знаю почему, и не все купила, из сейчас, которые существуют коллекции, у меня нет зеленой, но я думаю, что обязательно куплю, просто зеленые, немножко не самые мои любимые оттенки, но все равно, давайте покажу вот такую палетку, я очень ее люблю, это такая прохладная оттенка, 710, да, 710 Pro Vacouture, если правильно говорю, красивая, особенно в такой припыленной гамме, кто любит, плюс, здесь интересный яркий оттенок, и еще раз говорю, что не могу выделить какую-то одну, да, потому что все мне нравятся, все они красивые, и я показывала вам от Марк Джейкобса новогоднюю палетку, и дело с ней, макияж, она тоже классная, она немножко другая, но она примерно такого же качества, как и классические нелимитированные палетки, и еще одна палетка от Марк Джейкобса, давайте покажу вам, это из базовых, которые мне очень тоже нравятся, 710-й, это скандалист, тоже интересная, не банальная, не скучная, потому что вторая часть палетки разбавлена яркими, интересными, красивыми оттенками, то есть вы видите, что можно сделать дневной макияж, и более вечерний, это конечно серия Dior Backstage, ну я конечно люблю все оттенки, выделю просто холодную, потому что максимально используемая у меня была в прошлом году, для себя, для клиентов, не знаю, почему некоторые девушки боятся такой гаммы, она не делает глаза уставшими и заплаканными, просто очень красивая сливовая гамма, подходит она более прохладным цветотипом, прохладным по тонам кожи, очень теплым, только возможно не подойдет, но в целом палетка более-менее универсальная, есть еще теплая у меня, теплая у меня мини-ходовая, она была куплена во второй половине, не так часто использовалась, а это прям очень-очень-очень-очень часто, я хотела бы еще купить конечно красноватую палетку, купила я, вам показывала, серебристую, серебристая просто, ну точно не фаворит 2019-го, Из палеток, и еще палетки Huda, обязательно палетка, которую я вам показывала, ретроградный Меркурий, сейчас могу показать, но можете вернуться к предыдущему видео, посмотреть, потому что, несмотря на то, что я ее купила в декабре, я не могу, правда, отнести ее к фаворитам 2019-го, потому что использовала в декабре, скорее всего, это будет фаворит 2020-го, но поэтому пока не буду ее вам показывать, но хочу показать вот эту палетку нюд, над которой я вечно сомневаюсь, вот так, но не зря, не зря сомневалась, то есть, вернее, не зря сомневалась, не зря купила, очень красивая, я прям очень много делала макияжи для выпускного вечера, девочкам, девушкам, молоденьким, потому что это гамма, она прям такая свежая, весенняя, свежащая, нежная, и мне очень нравятся вот эти оттенки, такие вот сложные, шиммерные, они очень красиво раскрываются, и они прям создают весь макияж, так скажем, посмотрите, какие красивые металлики, ну, не только выпускницам, невестам, но я скажу, что это очень у меня такая популярная палетка, я очень люблю. Конечно же, нельзя не сказать о палетках Tom Ford, у меня большое количество, пожалуй, выделим три палетки, которые максимально, максимально у меня используются в работе, самые, самые, самые ходовые, ну, уже не буду популярный какао-мираж, нюддип и претибэби, это из новой коллекции, которая скоро уже будет не новая, потому что выйдут новые палетки, как вы, наверное, знаете, матовые, и, наконец-таки, какао-мираж перестанет быть самой крутой матовой палеткой, там будет еще круче, я смотрела уже обзоры, какао-мираж, чем она уникальна, потому что она, ну, сами тени достаточно качественные, здесь собраны все четыре цвета, которые все используются, все классно тушуются, и все подходят всем, они универсальны, и на теплых, на холодных девушках, на нейтральных, и эта палетка у меня самая свадебная, я делаю свадебный макияж, и это просто нереально смотрится, нереально смотрятся это тени на глазах, ничем нельзя заменить, у меня все спрашивают, чем можно заменить какао-мираж, ничем, потому что эти тени незаменимы, они уникальны, красивы, несмотря на их банальную цветовую гамму, смотрятся на коже они уникальны, и ничем не заменишь, вот, поэтому, если вы хотите делать красивый свадебный макияж, если вы визажист, или если вы хотите делать себе красивые макияжи, раскошельтесь, приобретите из Томфорда какао-мираж, и будет вам счастье, еще одна палетка, это нюдзип, как я сказала, это из атласной серии, но это уже не универсальная палетка, не всем она нравится, потому что здесь все атласные тени, атласные тени, как вы знаете, но они более, наверное, сложнее, чем матовые, и, например, некоторым не подойдут в складку, если нависающая века, я не скажу, что я использую полностью, она у меня скорее как дополнительная палетка, тоже для свадебных макияжей, и она такая серо-тауповая, то есть она более холодная, и не все любят эту гамму, я очень люблю, у меня особенно два вот этих, смотрите, оттенка затерты уже, вот, уже буковки стерлись, потому что они самые-самые у меня ходовые, для внутреннего уголка на подвижное века, но если бы был выбор покупать эту палетку 7DWOP, и у меня куда-то наделась, я бы ее купила еще раз. тоже часто у меня используемая палеточка, вот такая, это Pretty Baby, вечерняя палетка для вечерних макияжей, очень красиво с ней получается такого плана макияжа, опять же некоторые клиенты когда ее видят, они боятся, что она будет делать заплаканными глаза, я не понимаю почему у некоторых такое мнение, вообще она из-за того, что вот этот оттенок, вот видите, он немножко краснит, но главное положить его на правильную базу, если его положить самостоятельно на голую кожу, конечно, он будет выглядеть красноватым, но если его положить на темную коричневую, на сливовую, даже на какую-то зеленую, любую такую темную базу, то будет очень красиво базу, я имею ввиду подложку, тинь, несомненно, я не могу не показать мои любимые тени от Бербери в двух моих самых любимых оттенках, самый мой любимый, конечно же, это Мока, он у меня прям уже начал стираться, что странно, потому что при таком огромном количестве теней у меня дырки в тенях появляются редко, и как вы видите, у меня нет в палетках дырок, это не из-за того, что я их не использую, берегу, и вообще не пользуюсь, я пользуюсь, просто пользуюсь очень аккуратно, я не люблю, чтобы вокруг теней была пыль, грязь, они были затерты, я протираю всегда после учеников, после своей работы, и, честно скажу, если в палетке уже будет дырка, я ее меняю, мне не нравится это ощущение, давайте вернемся, моя любимая палетка от Burberry, это 02 Moco, она очень красиво подходит более теплому типажу, более теплым девочкам, с теплым цветом волос и кожи, и подходит голубым глазам, и зеленым, голубым так в особенности, посмотрите, какая красивая гамма, это сатиновые тени, ну да, они полностью тут сатиновые, даже самые темные сатиновые, что облегчает тушевку, первый, по-моему, светлый матовый, но они очень мягкие, очень качественные, и они не пылят, они не меловые, а наоборот, такие люксовые, красивые, еще 00, это Smoky Brown, смотрите, у них красивый такой мешочек, и вот здесь кисточки, ну кисточками, конечно не пользуюсь, но если вы не визажист, вы прекрасно можете пользоваться, эта гамма менее популярна, потому что она более прохладная, и такая нейтральная, но я делаю и Smoky, и просто макияж для девочек, более холодная кожа, более кассироватая, в том числе и себе, я делаю этой палеткой, потому что 02 мока, она более теплая, и может теплить на таких прям белокожих, ну что, осталось у меня совсем чуть-чуть, я хочу показать вам супер фаворит 2019 года из однушечек, это конечно тени из люкс серии у Bobby Brown, и они действительно стоят того, чтобы за них заплатить такую бешеную сумму, ну они стоят около двух тысяч за однушку, думаю, конечно, это не дешево, но у тени у Bobby Brown все так стоят, и посмотрите, вот у них такая закрывающаяся крышечка, посмотрите на этот красивый спаркл, очень красивый, когда я делаю с этими тенями макияж, я делала невесте, невестам, и последней невесте в декабре делала, и моя невеста сказала, Юля, скажи, что это за тень, я побегу, куплю себе, это оттенок Moonstone, он раньше часто пропадал, но сейчас вроде его легко можно купить, все тени из этой серии, то есть все оттенки, они разные, есть с более крупными блестками, есть более матовые, потому что не обязательно, что оттенок другой будет такого же качества, все разные, вот этот Moonstone, он самый-самый, мне кажется, такой крутой, он, посмотрите, какой, вот такой спаркл, и этот оттенок, мне кажется, сделает весь ваш макияж, не обязательно это невестам, это можно всем, всем, кто любит светлое подвижное веко использовать, очень красивый, очень крутые, прям, моя находка, я прям не могу без них, они очень-очень мне нравятся, но опять же, в свадебном макияже часто использую, мне кажется, он преображает макияж. Из кремовых теней, пожалуй, я не буду показывать, очень много у меня всяких тинтов, невозможно все их показать и как-то выделить, я выделю сейчас три таких кремовые тени, первое это Hourglass, это скорее кремовые глиттеры или кремовые спарклы, потому что это, не скажу, что это самостоятельная, так скажем, единица, нужно наносить уже на подготовленное веко, немножко затентованное, и мой любимый цвет это Smoke, хотя есть у меня и другие оттенки, конечно же, и вот он такой красивый, он подойдет, мне кажется, всем, он достаточно нейтральный, не уходит в розовый какой-то, такой бежевый, бежевый, красивый оттенок, набирается мягко, смотрите, какой спаркл дает, вот, единственное, что если вы пальчиком набираете и наносите, будет такой эффект, а если кисточкой, то не такой глянцевый, красивый эффект, дальше, дальше все-таки покажу тинт от Beauty Drugs, такой бежевый, я часто его в этом году использовала, у меня уже даже заканчивается, использовала его в качестве самостоятельного на подвижное веко, он очень красиво тинтует подвижное веко, делает его таким телесно-бежевым, и на нем очень красиво смотрятся другие тени, те же самые спарклы какие-то, а также я люблю его в качестве полутени, в складочку выкладывать, и потом более темные оттенки втушевывать в него, почему он не нравится, если сейчас на рынке большое количество других тинтов, и более дешевых, и более там каких-то профессиональных и люксовых, он жидкий и легко тушуется, есть тинты, которые тяжело растягиваются, не пластичные, этот прям очень классно растягивается, с ним не будет, мне кажется, особых проблем ни у кого, и вот еще вот такие кремовые тени от Наташи Динона, я не знаю, показывала, нет, наверное, показывала, у меня два оттенка, и вот этот самый мой любимый, конечно же, в оттенке Монстон, он очень красивый, я даже в паре иногда с Бобб Брауном использую, но не обязательно, вот, посмотрите, какой красивый у него перелив, это такое жемчужно-розово-золотое сияние получается, и вообще нет проблем с ними, они не сохнут, камера мне пишет, что пора закругляться, поэтому сейчас мы закруглимся на помадах, и в принципе, если так порассуждать, туши особо у меня не было фаворитов, каких-то срез для бровей, все то же самое, что и в прошлом году, в общем, таких прям супер фаворитов не было, давайте покажу помады, пока у меня есть место на карте памяти, я покажу не помаду, сначала карандаш, очень-очень любимый мой, видите, это карандаш от Шик, очень мною любимый, в оттенке Флоренс, мой часто используемый на клиентах на себе, он имитирует светку, просто-просто замечательный, говорю быстро, потому что заканчивается карта памяти, придется быстро укладываться, так, и давайте покажу самый мой любимый оттенок для клиентов, для себя, устойчивый, но не сушащий, это Эсен-Лоран семерочка, такой цвет губ, очень они похожи с карандашом Флоренс и в паре супер работают, так, также Эсен-Лоран вот такой более розоватый оттенок, и это больше муссовый, не совсем такой он как помада, как помада, мусс, очень красивый, и такой прям мягкий, не сушащий, номер восемь, делает нереальные такие розовенькие, красивенькие губы, и мне нравится тоже, так, дальше, вот такие два тинта от Романова, это тинты, скорее тинты блески, потому что не всегда мне нравится делать матовые губы, часто я сейчас последнее время делаю с блеском, из этих тинтов мои самые два любимых это Desert Rose ими Michelin и такой более розоватый и более бежевый оттенок, красиво смотрится, часто видите, можете видеть в моих работах я использую, и действительно это классные тинты, стоящие, мне прям нравится, они делают такие объемные, наполненные свежестью губы, но не матовые, иногда сверху матовых помад я наношу, для того, чтобы губы казались не сухими более красивыми натуральными ну и конечно же это знаменитая сейчас на данный момент хотя я когда покупала она еще не была настолько знаменитой я ее прям очень люблю это помада Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk и мне нравится ее текстура текстура матовая некоторые может даже немножко подсушивать губы вот такая она красивая но цвет очень натуральный очень красивый вот похож что у меня сейчас на губах у меня сейчас другая помада мне нравится вообще качество и сама красивая упаковка она очень здорово дорого смотрится у меня есть еще один цвет который более у меня прям часто используется для более взрослых возрастных женщин я кажется показывала в каком-то видео ну я не скажу что у меня прям фаворит 2019 больше фаворит это Pillow Talk я прям в 2019 наверное всю эту м м м м